Этот день отмечают уже 32-й год. В 1992-м Генеральная ассамблея ООН своей резолюцией провозгласила 3 декабря Международным днём инвалидов. В Свердловской области сейчас работает более 340 центров реабилитации, где дети и взрослые могут получить помощь, которая им необходима. Люди с инвалидностью у нас составляют 6,5% от численности населения Свердловской области. Поэтому те программы, те программные мероприятия государственные, которые реализуются, безусловно, они важны, необходимы, нужны. Регион стал одним из участников федерального пилотного проекта по реабилитации детей-инвалидов. Он помогает малышам и подросткам от 4 до 17 лет бесплатно получать лечение и социализацию, а также обучает их родителей. Поддерживают людей с ограниченными возможностями здоровья и некоммерческие организации, которые открывают ремесленные мастерские и творческие студии для детей и взрослых с инвалидностью. Также учат их адаптироваться к самостоятельной жизни, например, ходить в магазин, пользоваться банковской картой. Дееспособным инвалидам помогают с трудоустройством. Также в планах открыть на Урале первый дом совместного проживания. Такие проекты уже давно работают в больших городах, Москва, Санкт-Петербург. На Урале этот проект будет первым. И нам помогает очень много фондов и фонд президентских грантов. И государственные, и Министерство социальной политики в том числе помогает, чтобы этот проект заработал. И это будет действительно уникальный проект для Урала, которым можно будет гордиться.